Добрый вечер, братья! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен первому оресту в греческом языке. Опять-таки напоминаю, что вы можете смотреть это видео после того, как самостоятельно поработали над домашним заданием и сделали максимум того, что у вас получилось. И уже после этого и для самопроверки, и для дальнейшего размышления о греческом языке можете посмотреть и то, как я перевожу упражнение из домашнего задания. Итак, приступим, начиная с первого предложения. В данном случае у нас в оресте глагол «эпистоуса» и глагол «элалеса». И то, и другое первое олис. Видите, суффикс «а» очень хорошо виден, и приращения тоже хорошо видны. «Пистэу» вообще совершенно правильный глагол. Глагол «элалэу» единственная особенность, он «эпсилон» слитный, и «эпсилон» длинилась в эту перед образующей времени. Ну и то, и другую форму очень легко узнать. Итак, первое лицо, единственное число, я веровал или я уверовал, поэтому говорил-сказал, почему я двумя способами перевожу, потому что, напоминаю Орис, он имеет неопределенный вид, и нам потом нужно будет решить, какой из вариантов самый лучший. И мы, «эмэйс», обратите внимание, личное местоимение, оно, в общем-то, здесь лишнее, потому что глагол «пистэуумен» и так обозначает «мы верим», но появление вот этого лишнего местоимения приводит к такой особой эмфазе. «И мы верим, поэтому и говорим». Те же самые глаголы, только в настоящем времени. Лео, напоминаю, «эпсилон» слитный глагол, поэтому здесь вы видите дифтонг «у», как результат слияния «эпсилон» и «омикрон». Итак, «я верил, поэтому говорил», и «мы верим, поэтому говорим». Ну, может быть, конечно, можно было бы перевести «я поверил, поэтому сказал», с совершенным видом, но, кажется, вот по аналогии, по параллелизму вот с этой фразой, такой «нет, перевод с несовершенным видом» звучит чуть-чуть естественнее. Ну, главное, вы должны осознать, что это аорист, и что вид в русском переводе вы выбираете. Итак, я веровал, поэтому говорил, и «мы» Это цитата, да, из Ветхого Завета, я веровал, поэтому говорил, и «мы» верим, поэтому говорим. Второе предложение. «Эго Эбаптиса, аорист, корень этого глагола баптид, и дельта съедается сигмой, поэтому здесь мы видим «эбапти» и потом образующие ремница, ну, плюс приращение. «Я», опять-таки обратите внимание на эмфатическое «эго» и потом эмфантическое «алтос», ну, появление личных местоимений при противопоставлении, вполне распространенное явление. «Я – он». «Я крестил вас водою», он же, здесь тот же глагол «баптидзе», но в будущем времени, сигма, образующая в будущем времени, точно так же съела дельту, и получается «баптидзе», «он же будет крестить вас Духом Святым». Ну, мы с вами уже обсуждали трудности выбора перевода и для худотей, и для «эн» пневмотихагио, потому что и дательный падеж может переводиться и как «в воде», и как «водою», и конструкция с предлогом «эн» тоже может переводиться как «в Духе Святом» и «Духом Святым». Ну, такая общая новозаветная картина, что крещение все-таки осуществляется Духом Святым, как, ну, неким инструментом, в широком смысле слова, конечно, инструмент, это личность, но вот именно действием Духа Святого человек погружается в тело Христово, поэтому вот, учитывая такое стереотипное новозаветное употребление, здесь лучше перевести Духом Святым, ну, а вода идет по аналогии водою. Итак, «я крестил вас водою», он же будет крестить вас Духом Святым. Опять-таки, Аорист я перевел не совершенным видом, можно сказать, и «я покрестил вас водою», ну, так как много народу, и многократно это производилось, ну, само действие крещения, поэтому «крестил» в данном контексте звучит чуть более естественно. Третье предложение. Катус эме апистейлаз энтон космон, кого апистейла аутус эйстон космон. Итак, у нас с вами глагол «апостелло» в Аористе, даже два раза он у нас встречается. В настоящем времени у апостелло корень апостеллу с двумя лямбдами, ну, вот это вот двоение лямбды очень типично для настоящего времени, ну, исторически связано с добавлением согласно йоты, а вот в Аористе лямбда одна, правда, в корне произошло небольшое изменение, и вместо «стел» – «стейл». Итак, «ап» приставка, «э» приращение, «стейл» – Аористный корень, и так как это сонорный глагол, то в качестве образующей времени используется не «са», после сонорных согласных сигма очень редко ставится, а «альфа». Поэтому вот «ас» – «как меня ты послал в мир, и я послал их в мир». Ну, здесь вот первое лицо, здесь второе лицо. Четвертое предложение. Первый аорист в данном предложении у нас от глагола «акула». «Альфа» удлинилось в это, видите, превращение, и образующее времени, ну, это третье единственное, поэтому не «са», а «се». Ну, вот сбегло и «ню» еще, но перед басом это особенно типично. Итак, услышал Иисус, что… Следующий у нас аорист «эксе баллон». У глагола «экбаула» в настоящем времени двойная лямбда, но в аористе вот мы видим корень с одной «л», и в данном случае у нас это второй аорист, здесь вот он, видите, был первый, там сигматический, а это второй аорист, мы отличаем его от имперфекта по измененному корню. В имперфекте было бы две лямбды, а здесь одна. Так что приставка «эк», ну, которая изначально в форму «экс» перешла перед гласное переращение «э», аористный корень «балл», ну, и соединительная гласная с личным окончанием «он». Итак, услышал Иисус, что выгнали его в «он», и, найдя его, сказал «эйпен» – это аорист от глагола «лэго». Ну, отдельно форму «эйпен» изучали, но еще и сейчас, вот встречая ее, вы должны все-таки как-то ясно осознавать, что это аорист от «лэго» – это глагол с несколькими корнями. Сказал. Здесь начинается прямая речь, поэтому двоеточие в кавычках. Почему говорю двоеточие в кавычках? Почему тут студенты в своих переводах предпочитают игнорировать знаки препинания, требуемые русской грамматикой, но в русском языке, в отличие от греческого, где никаких кавычек не бывает, в русском языке прямая речь пишется после двоеточия в кавычках. «Ты веришь» – в настоящее время другого пистелу – «су-усилительное местоимение». Ну, и в контексте такого вопроса, конечно, очень значимый, яркий вопрос. «Ты именно ты, лично ты, ты веришь в сына человеческого?» Вопрос в точке запятой в знаках вопроса. Я перевел «сына человеческого». Обычно так и переводим. «Сына человека» звучит странновато, но родительный поддержку показывает, что есть связь между сыном и человеком. В данном случае такая определительная связь с сыном каким? Человеческим. Итак. «Услышал Иисус, что выгнали его вон, и, найдя его, говорит, «Ты веришь в сына человеческого?» Пятое. «Лэгэй аутоис, хоть и эрантон, курилому, кай ук ойда, по этэкран аутон». «Говорит им». Дальше, видите, опять же, начинается прямая речь. Прямая речь может начинаться просто, видите, с знакомым и сразу дальше она цитируется, а может прямая речь в греческом языке вводиться и союзом хоти. Ну, союз хоти может вводить и прямую речь, и косвенную речь, но так как дальше в тексте «моего», там, «не знаю», то есть речь, видите, от первого лица, то это явно прямая речь. Если бы было третье лицо, было бы косвенная речь. То есть, если бы было бы там Господа, там, ее, и она не знала, и так далее. Ну, почему ее, она, я перевожу, потому что, ну, насколько я помню, вот контекст этого стиха, это слова Марии. Итак, говорит им. А теперь следующее, что нам нужно посмотреть, это слово «эрон». Его немного сложновато узнать, потому что заучиваем мы его в качестве слова, даром мы фоем, айро, но корень у него «ар», ее-то есть только в настоящем времени, в других временах ее нет, а альфа удлиняется в эту, потому что из, поэтому из айро получается «эрон». Забрали, ну, они забрали, третье множество, они забрали Господа моего, и «не знаю, где» они положили его. Хорошо. Шестое предложение. «Кай, апелтен, кай, эксато, кэрусэйн, энте, дикапулей, хосэ, эпоэсэн, ауто, хоисус». И, вот так, ну, здесь у нас, видите, глагол с корнем «алт», это аорист от «эхамай», глагол с несколькими корнями, и вот этот аористный корень «эхамай» нужно запомнить. Ну, это с этим корнем целый ряд глаголов с разными приставками «эйс», «прос», «апо» и так далее. Пришел, ушел, вошел, там, зашел, и целый набор разных значений, связанных с различными, там, вождениями, выхождениями и выхождениями. В данном случае и ушел, и. «Эксато». «Эксато» — это аорист от «ахо», ну, или вы заучивали, по-моему, в лексическом минимуме, «ахомай», но «ахо» — возможное значение, «правлю», «ахомай», то есть в редкое использование в действительном залоге «ахо» правлю, и часто встречающееся использование в среднем в залоге «ахомай» начинаю. В аористе «альфо» длинное светло, «х» плюс «сигма» дали «кси», поэтому «ахомай» превратилось в «эксато». И начал проповедовать в Десятиградии, ну, Дикаваполис, да, или вот Дека-10, да, Полис-город, и начал проповедовать в Десятиградии «ахоса», ну, столь большой, столь многочисленный, вам давалось словарное значение, но это, скорее, значение удобное не для перевода, а для понимания того, что обозначает это слово. Ну, в реальном переводе можно воспользоваться фразой что-нибудь типа «всё что?». «Всё что?» «Эпоэсэн», ещё один аорист, «сделал ему Иисус». «Э» превращение, «поээ» корень, «эпсилон в эту» удлинилась перед образующей временем, и вот «с» образующей временем сбегло у него окончание. Кстати, обратите внимание, вот сколько много аористов в повествовательных текстах, это даже не потому, что вам специально подобрали какие-то тексты, чтобы вы поупражнялись в распознавании аористов, а действительно это нормальная практика греческого языка, истории записывать с помощью аориста. Аорист, такой вид, хорошо предназначенный для описания того, что действие имело место, некого факта действия, он хорошо подходит для повествований. И очень часто повествование вот так выглядит, аорист, 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 бах, имперфекты, бах, настоящее время, аорист, 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 ну вот эти имперфекты, настоящее время, имена, они служат для некого такого выделения, для привлечения внимания, но общая большая часть повествования, она идёт в Аоресте. Ну, это не значит, что если Аоресту ничего важного не сказано, привлекать внимание можно и какими-то другими языковыми средствами, просто Аорест — такое повествовательное время по умолчанию. Седьмой стих. «Он говорит им». Надо сказать, это же повествование, да, оно, видите, в настоящее время говорит. Ну, у нас тоже вот говорит, говорит, да, вот в каких-то случаях, вот для предания в каких-то поворотных моментах или для предания большей эмоциональности, драматичности, в повествованиях появляются настоящие времена. «Он говорит им, приходите и…» «Опсестэ» — это будущее время от глагола «харау». Это глагол с несколькими корнями. Будущее время у него образуется от корня «оп» и «п плюс сигма дала «пси», поэтому «опсестэ». «Приходите и увидите». Итак, они пришли, напоминаю, аорист от «ахамай» и «увидели». А теперь мы еще и наблюдаем с вами аорист от того же глагола «харау» и опять от другого корня, корень «ид». Но исторически был корень «вид», от которого там видео и все остальное, но «в» из греческого языка вообще исчезло, осталось только «ид», поэтому «э» и «д» «ан». «Эй» «дан». Итак, они пришли и увидели, где он пребывает, «мено» в настоящем времени, и с ним, и теперь «э» «мейнан». Тоже глагол «мено», но в аористе. В аористе у него чуть-чуть другой корень. В настоящем времени «э», в аористе «эй» в корне появляется. Но, кстати, это не единственный такой глагол. Вот у некоторых глаголов «йота» добавляется в настоящем времени, потому что когда-то согласная йота использовалась для образования форм настоящего времени, и вот от этой согласной йоты какие-то следы остались в виде гласной йоты в корнях. А в аористе тут не потому, что йота добавлялась согласная, потому что просто из-за неких таких чередований, и чередование «э» «эй» достаточно типичное для гееческого языка. Ну, вот каких-то правил, по которым вы бы предсказали это чередование, нет, но их, естественно, говорить по-гречески не надо, надо прежде всего узнавать, поэтому, зная об этом чередовании, «мен», «мен», «корень» мы легко узнаем. Итак, это аорист, превращение, немного изменившийся в аористе корень, это соновный глагол, поэтому после него нет сигмы, и в качестве образующего времени используется альфа. «э» «мэйнан», «и» пробыли день тот. Так, в целом, что у нас получилось? «Говорит им, приходите и увидите». Итак, они пришли и увидели, где он пребывает, и с ним пробыли день тот. Восьмое. «Эксэлтэн, кай апэлтэн эйфс, эрэмон топон, ка ки просула хэто, кай роналтон, кай лэгусин ауто, хоти пантэс, зэ тусин сэ». Опять же, вот у нас целый ряд глаголов с корнем «элт» от Эрхамай. Так что, вышел и отправился в пустынное место, и там «прос Элхэто». Это «имперфект» от «прос Элхамай». Смотрите, «прос» приставка «эл» дифтонг, у него «эпсилон» удлинилось в эту, хотя у «эл» не всегда происходит подобное удлинение, но в данном случае происходит. Так что, вот мы видим здесь «прерращение». Ну, «элх» — корень — сохранился безо всяких изменений, то есть корень изменился, «сигма» не добавилась, значит, мы понимаем, что это «имперфект». То есть, смотрите, в «аористе», ну, помимо «прерращения», всегда еще что-то происходит. В «аористе» во втором меняется корень, в «аористе» первом корень может не измениться, но тогда добавляется образующее времени. А в «имперфекте» нет ни изменения корня, ни образующего времени, корень тот же самый, через это мы понимаем «имперфект». И там «молился». Ну, и «имперфект» в греческом языке всегда имеет такую подчеркнутую видовую значимость, в данном случае вот длительность, там «молился», подразумевается «молился» какое-то время. Вот этот вот процесс, протяженность, она акцентируется «имперфектом». Дальше. И «хэлрон». «Хэлрон» — это от «аорист», от «хэлриско». «Ск» — суффикс в настоящем времени появляется, в других временах просто корень «хэлр». И вот у нас как раз пример того, как «эпсилон» в «эу» может и не удлиняться. Здесь вот она как раз не удлинилась, но все равно это «аорист». «Хэлрон» — это второй «аорист», поэтому никаких образующих времени нет, просто изменение корня, плюс он в конце, ну и не случившееся превращение. «И они нашли его» и говорят ему. Здесь «прямая речь», можно поставить двоеточие, ну и даже издатель решил подчеркнуть вам, что это «прямая речь», и видите, с большой буквы написал. Издатели не очень последовательны в расстановках больших букв, там где нужна «прямая речь», поэтому как-то где-то ставят, где-то не ставят, и поэтому не будьте слишком зависимы от их выбора, сами решайте, как оформить цитирование, как прямую или косвенную речь. Ну, дальше «все ищут тебя», ну, гораздо естественнее, так как «тебя» прямое обращение, то это «прямая речь». Если бы была косвенная речь, и говорят ему, что «все ищут его», да, тогда запятая, что и так далее. «все ищут тебя», «двоеточие» и в кавычках. Ну, «зэтосин», да, глагол «зэтосин», да, «эпсинус лидный». Девятое. «Кай сунагон тайхой апостолы простон иисум, кай апенгелан аутоа пантохосе, эпоэсан кайхосе эдидаксан». «Сунагон тай», это глагол настоящего времени, «суна аго», а в данном случае, видите, окончание «он тай», среднестрадательного залога, ну, и одно из употреблений среднестрадательного залога, это такие вот коллективные движения, типа там, собираться. И собрались апостолы к Иисусу, и в данном случае у нас теперь аорист от апангелла. Видите, превращение, альфа в это удлинилось, немного корень изменился, эй, видите, опять же, чередование, которое периодически нам попадается, до эмэйнан, вот было здесь апангеллан, и лямбда вторая отсутствует, которая добавляется в настоящее время, в настоящее время, и возвестили ему всё, что, хоса, да, подчеркивает многочисленность, но в переводе многочисленность трудно подчеркнуть, поэтому, что или всё, что мы переводим хоса. всё, что они сделали, аорист отпаяя его, нормально, видите, преобразующее время, и видно превращение, и всё, всё, что сделали, и, ну, конечно, можно перевести дальше, и всё, что научили, ну, наверное, чуть-чуть, исходя из нормы русского, языка подкорректируем, и всё, чему научили, всё, что сделали, и чему научили. Итак, и собираются апостолы к Иисусу, и возвестили ему всё, что сделали, и всё, чему научили. Обратите внимание, как так интересно чередуется настоящее время, собираются, и тут же сразу аорист, ну, и вот это вот настоящее время, да, оно как-то так привлекает, показывает, что здесь происходит некое, возможно, переключение темы в тексте, или ещё что-то, ну, и живость придает картине, да, вот апостолы собираются. Десятое. Длинное предложение, так, может быть, порциями. ПОЛОЙ ЭРУСИН МОЙ ЭН ЭКЕЙН ЭТЕХЕМЭРА. ЭРУСИН – это будущее время от глагола ЛЭГО. Глагол с несколькими корнями, поэтому в настоящем ЛЭГО, в будущем ЭРО, в аористе ЭЙПОН. Ну, вот эти вот все формы, конечно же, нужно звучить. Ну, здесь третье множественное. Многие скажут мне в тот день. ПОЛОЙ ЭТОЧИЕ. КУРЕ, КУРЕ, Господи, Господи. Звательная поддержка, кстати, обратите внимание. УТЕСО ОНОМАТЕ ЭПОФЕТЕУСАМЕН, КАЙТЕСО ОНОМАТЕ ДАЙМОНИЯ ЭКСЕБАУМЕН, КАЙТОСО ОНОМАТЕ ДУНАМЕЙ СПОЛАЙ ЭПОЕСАМЕН. Вопросительное предложение. Начинающееся с частицы У. Вопросительное предложение, если оно начинается с частицы У, это риторический вопрос, который предполагает ответ «Да». Ну, в данном контексте я не знаю, насколько по-настоящему оправдан ответ «Да», но в каком-то смысле «Да», они, конечно, все делали именем Иисуса, может быть, просто они не очень понимали, что они в неправильных отношениях с ним, но они-то уж, по крайней мере, точно задавая вопрос, предполагают, что «Да», сейчас просто звучит ответ «Да». Это «Господи, Господи, не Твоим ли…» Ну, раз вопросительное предложение, вот это вот я «ли» добавляю, чтобы эту вопросительность передать. «Не Твоим ли именем мы пророчествовали?» «Э» – превращение, «профетеу», «са» – образующее времени. Нормально. «И» – «Твоим…» Ну, да, да, вот по-русски хочется продублировать в русском языке, «не», вот когда несколько глаголов, «не» обычно дублируется. У греки он поставили одно «не» в самом начале, и всё нормально. «Не Твоим ли именем мы пророчествовали?» «И Твоим именем бесов изгоняли?» «И Твоим именем…» Но по-русски, для того, чтобы чуть естественнее звучало, можно продублировать. В русском языке дублирование «не» – оно очень типично. «Не Твоим ли именем бесов изгоняли…» Это Орест от Экбалло. Видите, одна лямбда, а не две, как в настоящем времени. Мы чуть-чуть уже обсуждали эту формулу. Самая ситуация описывает какую-то продолжающуюся деятельность, и поэтому здесь Оресты, ну, как бы, охватывают действие в целом. Но по-русски, так как речь идёт о деятельности всей там предыдущей жизни, кажется, несовершенный вид чуть-чуть поестественнее звучит. «Пророчествовали, бесов изгоняли, и не Твоим ли именем, знамения многие сотворили…» Ну, творили, сотворили знамения, ну, сотворили даже неплохо звучит, от Аорис, от Паэу, Э – «Приращение», Пой Э – «Посредневнейшийся Псилансаммэн». И последнее простое предложение «Кайтотое умологэсу аутоис, хоте у депутое эгнон хумас». И тогда я объявлю им. Учитывая, что дальше в первом лице, опять-таки, лучше это оформить как прямую речь. «Никогда я не знал вас». Эгнон – это Аорис от Геноско, корень типичный, эско-суффикс добавляется в настоящем времени, но корень у этого глагола «гно». Ну, у глагола вообще в настоящем времени сложная трансформация, «ги-но-ско» было бы, исторически там гамма удваивалась с добавлением «йоты». Значит, почему это случается? Мы увидим потом в конце нашего курса для так называемого глагола «намедли», для которых эта манипуляция типична. Потом «ги-гно-ско» превратилась в ги-но-ско, ну там, суффикс «ска-ско-ско». Ну, не так важно даже, что случилось в настоящем времени. Главное, запомните, что у глагола «ги-но-ско» корень гно. И это так называемый корневой аорист, очень редкое явление. У корня гно, у корня батулько такое есть. Перощение, корень гно и сразу же окончание. И так никогда я не знал вас. Одиннадцатое. Начинаются сочиненные предложения. Хои, понерои, хепта андрас, кай миан гунаика, апектейнан, ходе лоус туту эн те екклесие, эменен хоте екей екусан то евангелион тез зоэс. Злые, понерои, в данном случае, это прилагательное субстантивируется. И вот злые, злодеи, наверное, даже можно было бы отчасти сказать. Итак, злые. Семь мужчин и одну женщину убили. Обратите внимание, понерои в именительном падеже, а андрас и гунаика в именительном падеже. Поэтому здесь не идёт речь о семи злых мужчинах, а здесь идёт о какой-то группе злодеев, которые убили семи мужчин и одну женщину. Да, вот это подлежащее, сказуемое, а вот здесь у нас дополнение. Итак, злые, там злодеи, семь мужчин и одну женщину убили. Убили, это аорист от апо ктейно. Аб, приращение, ктен, ктен, корень, а, видите, образующее время. Здесь не сигма, а просто а, потому что это у нас сонорный глагол. Народ же Бога, или Божий, народ, связанный с Богом, можно перевести и как определительное Божий, в церкви пребывал. Это имперфектно. Будьте внимательны, не перепутайте с аористом. Ну, во-первых, у аориста есть, где-то у нас тут был, да, вот он у нас, видите, был аорист в седьмом предложении. Есть изменение в корне, у него корень main, а не man. Вот, а здесь вот, видите, корень не изменился, поэтому прекращение, неизменившийся корень, ну и соединительное гласное с окончанием. Пребывал народ в церкви, потому что там они услышали Евангелие жизни. Экусон – это аорист от Акуо. Альфа удлинилась, образующая времени, ну, то есть, по совершенно обычным порядкам образованный аорист. Двенадцатое. Двенадцатое. Граф – корень и ф, с, да, дают пси. Поэтому фс, пс, фс, пс, и так далее дают пси. В данном случае это третье единственное. Пётр написал предложенное словосочетание с артиклем. Когда мы с вами встречаем, то всегда первый шаг для перевода – это перевести артикль словом «который». Написал «тем, которые в Иерусалиме». Написал что? Что знамения многочисленные и большие, там, великие. Он делает. А П П Эл – это... Вы описывал следный глагол, видите, вот этот целе речь, но это все равно привычное для третьего лица единственного числа. Игол Настоящего Времени, он делает, ну, либо в Духе, либо в Святом Духе, либо Святым Духом, ну, в Святом Духе пусть будет тут сочиненное предложение, кто знает, что автор хотел, да? Слава Богу! Тринадцатая, Кай Эпоясен Аутон, Хэнатон Филон Аутон, Кай Эдоксасен Аутон, Доксе Мегала. И он сделал по Элу, Воле, Свети, Э, Пуэ, Сэн. Теперь у нас, ну, для того, чтобы правильно перевести дальше, нужно заметить, что это фактически так называемый двойной винительный падеж. Аутон в винительном падеже и Хэна тоже в винительном падеже. Хэна – это винительный падеж от слова «один». Когда у нас при глаголе стоит два слова в винительном падеже, то для греческого это нормально, а для русского нетипично. И у одного из слов нам падеж приходится менять. Падеж сохраняется, ну, винительный падеж сохраняется у местоимения, если оно есть, или слово с артиклем, или имени собственного. Здесь местоимение есть. Поэтому мы так же переводим. И он сделал его, а вот дальше падеж нам нужно изменить. Обычно меняют падеж на творительный, ну, или иногда нужны какие-то предложенные словосочетания, но здесь творительный хорошо подходит. И он сделал его одним. Теперь следующий шаг в нашем переводе – филон. Это слово в винительном падеже, а теперь слово в родительном падеже и во множественном числе. Ну, друзья, вот во множественном числе. Одним как-то связанным с друзьями. Вот это как-то связанным с друзьями – это просто функция родительного падежа. Родительный падеж указывает, что между двумя понятиями есть связь. Ну, когда один связан с чем-то во множественном числе, то стандартная связь, и регулярно такая конструкция встречается в греческом языке – это один из. Итак, и он сделал его одним из друзей своих. И прославил его славой, ну, большой, великой. Да, вот здесь вот трудновато будет перевести аккуратно, если не заметить двойной винительный падеж, ну, или вот не заметить эту конструкцию – один из. Вообще, когда после слова «один» стоит что-то в родительном падеже в множественном числе, это стандартнейшая конструкция, переводимая вот этим фразой «один из». У нас уже пару раз такое было, и вот сейчас видим, и еще увидим. Четырнадцатое. «Кайук экусате тез фонес курьё хэс апистэй лэн мэ прос хумас». «Акусате» – глагол «акуо» в аористе, видите, «э». Альфавэт удлинилась «са». Ну, и еще у нас, видите, апистэй лэн, опять же, «сталу» с двумя «л» в настоящем времени, «стэй л» с одной «л» и «эй» в корне, в аористе приращения. Измененный корень – это сонорный глагол, потому сигмы здесь нет, просто от образующей времени в третьем лице у нас вот только эпсилон. Ну, да, вот, да, вот, третье лицо, где альфа не видно, и сигмы тоже, иногда трудновато распознавание. Итак, «И вы не слышали голос Господа, который послал меня к вам». Ну, или не услышали голос. Здесь родительный падеж после глагола «слышать», и эта особенность греческого глагола «слышать» – он может принимать дополнение и в родительном, и в винительном падеже. Ну, и слышали голоса, кстати, по-русски мы тоже, и «вы не слышали голоса Господа, который послал меня к нам». Ну, тоже, в общем-то, родительным падежом можем воспользоваться. Пятнадцатый. И написал графу в Оресте, «Сигма» здесь провзаимодействовала с «фи» и дала «пси», третья единственная, поэтому я писал он, и написал Моисей песню эту в тот день, и научил от дидасского, «Орест», «переращение», «адидаскен», «эска» плюс «сигма», «кс», «касседа» и «кси», и вот этот «скс», просто предутешествующий «сигму» тоже съела, и получилось «адидаскен», и научил ей сынов Израиля. Опять же, вот у нас с вами ситуация, когда после глагола два слова в винительном падеже, «аутен» про песню, и «тус юз» Исраиль, и «сыны Израилевы» тоже в винительном падеже. Опять-таки, падеж нужно корректировать. Ну, правда, здесь конструкции чуть-чуть различаются. Вот есть два типа конструкции, на самом деле, с двойным винительным падежом, там делать кого-то кем-то, называть кого-то как-то и так далее, и вот тогда вот местоимение, если оно есть, оно сохраняется в винительном падеже. А здесь чуть-чуть другого рода конструкция, это когда есть одушевленные и неодушевленные дополнения, вот одушевленные часто сохраняются, а неодушевленные меняются. Поэтому научил ей, ну, не ее сынов Израилев, а ей сынов Израилев. Но, с другой стороны, по контексту, мы достаточно легко догадываемся, как это можно быть переведено, то есть было действие научения, и это научение как-то связано с песней, и с сынами Израилевыми, как только мы это увидели, дальше все переведем. И написал Моисею песню эту в тот день, и научил ей сынов Израилева. Ну, Израил, не склоняемая, по контексту догадались и падежи. Шестнадцатое. «Кай элалесан ауто тон логон ту курио сум пасен тоис энто ойкия ауто». И они сказали, или сказали, 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 «Алалео во овести, видите, элалеса, ему слово Господа со всеми, которые в доме его». Ну, я перевел предложенное словосочетание с артиклем, превратив артикль в слово «который». Ну, уже более-менее смысл понятен, хотя они рассказали ему слово Господа со всеми, которые в доме его, ну, подразумевается, ему рассказали, и тем, которые в доме его рассказали. Так вот, вот как-то по-русски не очень однозначно звучит, будто бы вместе с находящимися в доме и они там всей толпой одному рассказывали. Ну, контекст, конечно, такое прочтение уж точно не допускает, поэтому ему вместе со всеми они рассказали, они и кто-то другой. Ну, чтобы уж корректно смысл передать, вот литературно можно было перевести, они рассказали ему слово Господне и всем, которые в доме его. Ну, это как бы литературный перевод, который возможен только после того, как вы во всех металях предложения разобрались. Семнадцатое. Аус эсосен хеотон у дунатай сосай. Нас интересует глагол эсосен. Это глагол с корнем сод. В настоящее время сод зо, спасаю. Здесь, видите, дельта была съедена сигмой, сэ, вот у нас, видите, образующая время. Э, превращение, со, ды, ну, отсталось только со от корня и образующая время с окончанием. Спас, да? Других спас или спасал. Ну, наверное, здесь спасал чуть лучше звучит. Это вот такое суммирование всей деятельности Иисуса до распятия. И спас, может быть, вот, кажется бы, какое-то разовое, окончательное, законченное действие. Уж для ироничного высказывания тех, которые смеются над Иисусом, вообще не подходит. Поэтому, по-моему, лучше, наверное, других спасал, себя не может спасти. Восемнадцатое. Пантес гар аутон эйдон, кай эстар тессан, худа элтус элалесен мет аутон. Ибо все его увидели и были взволнованы. Взволнованы, может быть, чуть-чуть даже мягковатый, мягкий, вот так вот, потрясенные. Да, ну, ладно, как перевели, перевели, да, ну, вот это слово, оно с землетрясениями может быть связано, в других каких-то контекстах, вы видели, были потрясены. Оно, ну, как раз он, да, перевод взволнован, и пусть будет. Слово эйдон, мы уже с ним сталкивались сегодня, еще раз повторю, это многокоренной глагол, это аорис от харао. Харао, опсумаи, а эйдон. Ну, вот все три формы нужно специально заучивать. Ибо все его увидели и были взволнованы. Теперь хода элтус элалесен. Артикль, ну, с д, и потом глаголы, ничего, к чему бы артикль мог быть отнесен, нету. В таких конструкциях артикль переводится личным местоимением. Он же тотчас заговорил с ними. Ла-ле-о, говорю, с гавайей, вы его в ауристе видите. Эй, ла-ле-цен. Девятнадцатый. Патер дикая. Кайхо космосе ук эгно, эгудесе эгнон кайхутой, эгносан хотисуме апестылас. Очень праведный. Обратите внимание, звательный падеж. Патер, именительный падеж, тут патер. Ударение качало сместилось, гласное, это в эпсилон сократилось, патер, патер. Очень праведный. Ну, здесь, так как второе склонение, то вот видите, обскончание эксп, в эпсилон, знавательное, хорошо видно. Очень праведный. И мир тебя не познал. Это глагол геносского, два ористи. Э приращение, гно, корень, в третьем лице, единственном числе, окончание нулевое, это корневой ориц, потому что здесь, собственно, кроме корня ничего и нет. И мир тебя не познал. Я же, эмфатическое я, эгуде, я же тебя познал. Да, теперь уже первое лицо, поэтому вот окончание не у первого лица добавилось. И эти познали, теперь у нас третье лицо. Вот мы тут можем просмотреть разные лица и числа для глагола геносского. Кстати, обратите внимание, вот это окончание сан как-то очень напоминает типичное окончание для глаголов первого ориста, как бы образующего времени, но тут вот такая штука появляется у геносского только в третьем лице в множественном числе, во всех остальных формах он ведет себя как второй орист, ну, зная первый орист, вот это окончание, как-то легко все усновать. И эти познали, что ты меня послал. Опять же, такое эмфатическое ты, ну, и ориста-то по стеллу мы уже несколько раз с вами сегодня обсуждали превращение, немного изменившийся корень, сановный, поэтому альфа и так далее. Очень праведно, и мир тебя не познал, и я же тебя познал, и эти познали, что ты меня послал. Двадцатый, ныне же вы ищите, а зато в настоящем времени меня убить. Человека, который истину вам вот тут немного странно, я сказал. Ну, действительно, это перфектная форма, мы ее не изучали, но это форма первого лица, единственного числа, и вот человека, который истину вам сказал, хотелось бы здесь увидеть глагол третьего лица, так было бы более естественно, вот вместе с словом там человека, да, который, вот, хос, подлежащий, и вдруг я сказал. Ну, такая вот небольшая нерегулярность текста, если хотите, попробуйте сохранить эту грамматическую несуразность, ну, по-русски, если мы просто не будем подставлять я, то мы замаскируем эту особенность, так что ныне ищите меня убить человека, который истин вам сказал, ну, ну, как-то так, которую я услышал, ну, здесь уже можно спокойно перейти на я, здесь, конечно же, в прошедшем времени у нас я сказал, ты сказал, он сказал, да, одинаково совершенно звучит форма глагола, но в греческом, да, вот лицо и число хорошо видны, здесь это круг, первое лицо, единственное число, которое я услышал от Бога. Следующая порция, тута Абрам ок Эпоэсен, это Аврам не дел, Апоэл в Аоресте, видите, Эпоэсен, ну, я перевел не идеалал, да, ну, вот как обобщение того, что, всего, что случилось в жизни Аврама, этого Аврам не сделал, это как-то про какой-то разовый случай, но Орис, он такой просто картин в целом, да, вот, а, такой взгляд на действие в целом, поэтому не делал, лучше звучит. Хэмэс поэйтита эргату патрос хюмон. Вы, обратите внимание на эмфатическое вы, вы делаете дела отца вашего. Эйпан он ауто хэмээс эк порнеэс у гигэмээта 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 хэна патэра эхомэн тон тон так они сказали ему. Кстати, обратите внимание, здесь эйпэн с окончанием ан ауто появилось, хотя эйпэн слово принадлежащее к является вторым ауристом, и мы бы ожидали окончания эйпан, но иногда оно заимствует окончание первого ауриста, и вот это ауто ауто от первого ауриста здесь появляется, но в конце концов язык находится в процессе развития, одни формы появляются, другие там вытесняются, исчезают и так далее, и вот потихоньку формы первого ауриста начинают вытеснять форму второго ауриста, и вот уже где-то встречаются и у стандартных глаголов второго ауриста, но с другой стороны знаете и другие формы, все равно лицо и число поймем. Итак, они сказали ему, мы, эмфатическое, тут много эмфатических мыстоимений, от блуда не рождены, или мы не от блуда рождены, одного отца имеем, Бога. Хэн, а, да, винить или подеш от Хэйс Мехэн. Эйпен аутоиш сказал им Иисус. Эйхотэос патэр хэмон эн эгапатэ ан эмэ. Я сейчас переведу, потом поясню. Если бы Бог отцом вашим был, вы любили бы меня. вот это, ну, поясню вам, что, вот это вот Б, если бы Бог был, откуда берется Б, вот от этой частицы Ан. Это стандартная конструкция условного предложения в греческом языке, когда в первой части стоит частица Эй, во второй части стоит частица Ан, и это все такое предложение стандартным образом в греческом языке переводится с Б, это так называемые нереальные условия. Чуть попозже мы с вами будем обсуждать структуру условных предложений в греческом языке, об этом поговорим поподробнее, но вот, как бы, вот это, с забеганием вперед, да, вот, если в условном предложении встречается частица Ан, это так, нереальные, нереализовавшиеся условия, поэтому и по-русски нам нужно добавлять бы, если бы Бог отцом вашим был, вы любили бы меня. Эгопате, глагол агопао в имперфекте, обратите внимание, приращение, агопа, корень, с которым ничего не произошло, никакое образующее время не добавилось, ну, и окончание это агопао альфа-слитный глагол, поэтому здесь альфа и соединительное гласное слились, но альфа с тела эпсилон, и просто альфа осталось, да, вот, вообще, само наличие альфы, которое, более-менее типично для Ореса, может вытолкнуть, подумывая, что это Орес, но нет, здесь корень тот же, образующий времени нет, значит, это все-таки имперфект, вы любили бы меня. Ну, и последняя часть предложения, эго-гар эк-ту-ту-эк-сэлтон. Опять эмфатическое местоимение эго, ибо я от отца вышел, исшел. Еще один аурист от глагола с корнем элф, ну, с приставкой эк, экс, ну, и опять же, вот этот многокоренной глагол нужно заучить. Итак, длинное очень предложение, «Ныне вы ищете меня убить человека, который истину вам сказал, которую я услышал от Бога. Этого Авраам не делал. Вы делаете дела отца вашего». так сказали ему, «Мы не от блуда рождены. Одного отца имеем Бога». Сказал им Иисус, «Если бы Бог отцом вашим был, влюбили вы меня, ибо я от Бога ишел». Ну, смотрите, довольно длинное предложение, конечно, раз, два, три подсказочки, даже не предложение, абзац, вам все-таки даны, но вы уже такой длинный и связанный текст, пользуясь теми знаниями, которые у вас есть, на данном этапе можете переводить. Так что, если вы добрались до суда и перевели это, вот, оцените ваш прогресс в греческом языке, он уже неплох, а еще немного позанимавшись, вы и еще большего достигнете. Хорошо, на этом на сегодня все. Спасибо за внимание, благословений. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok